Всем привет, дорогие друзья! С вами Дима, вы на канале Infinity Weapons Craft. Как вы знаете, недавно я начал заниматься страйкболом. Прикупил снарягу, но привода так и не было. Вот, наконец-то взял себе привод. И сейчас мы его распакуем. Тянуть не будем, поехали! Пока я расскажу предысторию, где я взял его, что за привод в общем. Этот привод есть в магазине Airsoft Rus. Если хотите, я даже ссылку оставлю в описании на него. Но я его взял с рук у одного человека, который занимается продажей подобных вещей. Он ему достался по обмену на другую штукенцию, по-моему, если не ошибаюсь. Это был какой-то ПНВ, прибор ночного видения. И он его выставил на продажу. Так как цена была дешевле, чем в магазине, я сразу заинтересовался им. Пообщались, он мне скинул видео с работой данного привода. Это комплектацию. В комплекте должен быть, кстати, коллиматор. Что еще меня привлекло. Посмотрел я его группу ВКонтакте, где он выкладывает свои товары. Отзывы. Вроде бы проверенный и хороший продавец. Ну и решил взять. Как только деньги появились, сразу его выкупил. Тем временем, я почти распаковал данный привод. Привод это обычная М-ка от компании CIMA CM501 модель называется. Выбрал именно такой, потому что мне, друзья, важно в приводах два качества. Это компактность и это малый вес. Данная М-ка как раз выполнена из АБС-пластика, поэтому весит всего 2 килограмма, что ли. А длина ее составляет что-то между 750-800 миллиметров. Ну вот, дорогие друзья, весь скотч я убрал. Открываем. В стандартной коробке своей, родной, он находится. Вот, мануал даже есть. Мы его убираем сразу вот сюда, потому что он нам не нужен. Ножик тоже убираем. Поднимаем пузырчатую пленку. И вот он, дорогие друзья, этот красавец. Почему именно М-ка? Да потому что я вступил в команду, которая играет за темную сторону. Мы что-то типа реконструируем ЧВК НАТО, частную военную компанию. Но мы больше покемоны, чем реконструкторы. Вот она, дорогие друзья, сам привод. Легкий и компактный, как я и хотел. Приклад складной. Раскладывается вот так. Это был звук защелки. Продавец говорил, тут есть люфт в районе цевья. Вот он. Ну, друзья, люфт вообще фигня полнейшая. И это все дело стягивается с помощью коллиматора, до которого мы сейчас доберемся. Вот режимы на предохранители, одиночный и автоматический огонь. Ну, аккумулятора тут внутри нет. Он где-то здесь. Мы до него тоже доберемся. Пузырчатую пленку я убираю. В комплекте вот идет стандартный бункерный магазин. Количество шаров я уже не помню. То ли 300, то ли 500. Вот тут специальное колесико, которое подкручивает механизм. Вставляется следующим образом. Вот тут вот кнопка. Ну, все как на настоящий М почти. Ладно, разобрались. Смотрим дальше, что у нас тут. Вот как раз коллиматор. Вот он, дорогие друзья. Следующим образом выглядит. Давайте попробуем установить его, что ли. Так. Ну, вот сюда вот, чтобы стянуть цевьё со ствольной коробкой. Так, тут всё это откручивается. Так. Вот. Сейчас. Смотрим теперь. Теперь люфта практически нет вообще. Вот как-то так. Вот, дорогие друзья. Вот тут вот сверху регуляторы всякие, маковички. Так, боковой. Просто имитация. Ну, ладно, не будем задерживаться. Будем смотреть, что у нас тут дальше. Это, я так полагаю. Да, это родной аккумулятор от этой М-ки. Давайте попробуем вставить, что ли. Чё уж. Надо же посмотреть, работает ли он вообще. Так. Насколько я помню, тут у М-ки такая особенность. Вот тут вот тыльник. Отодвигаются два уса. А, вот. Они, короче, сдвигаются вместе. И тыльник высвобождается. Вот. Разъём. Давайте вставлять. Вот. Ну, тут удобно сделан приклад. Тут специальные отсеки для частей аккумулятора. Следующим образом это всё вставляется. Это убирается внутрь. Пока не привык к этой системе. Сворно достаточно для меня. Так. Ну, вот, кажется, и всё. Давайте проверим работу. Так, что-то не работает. Ну, короче, я дома разберусь. Сейчас. Сейчас нет времени. А, ну. Потом, после этого обзора. Ну, сразу в этом видео. Я уже буду показывать стрельбу. И говорить общие ощущения от этого привода. У нас тут, по-моему, ещё что-то осталось. А, вот. Ну, это, скорее всего, уже. Да, это, дорогие друзья, уже зарядка от привода. От аккумулятора. Вот самая обычная. А, и вот ещё. А, это родные прицельные приспособления в этой М-ке. Не заметил сразу, они маленькие такие. Мушка складная, а также целик. Давайте это установим. Устанавливать буду. Ну, вот сюда, потому что коллиматор уже занял. А, тут... Стоп, как тут? Тоже мне пока непонятно, как тут устанавливается целик. Дома надо будет разбираться. Ну, и мушка. А, ну, тут вон, на шестиграннике всё, так что я вам не смогу показать установку. В общем, дорогие друзья, вот такой вот привод CIMA CM501, ABS-пластик. Мой выбор. А сейчас добро пожаловать в игру. Первый огроменный плюс привода, это его маленький вес. Я достаточно бегал с приводами, имеющими металлические корпуса, и могу сказать, разница отлично ощущается. Перезаряжай! Второй главный плюс – компактность. За счёт небольшой длины очень удобно выглядывать из-за укрытий и вести стрельбу из таких положений. Ну, а остальное покажет время. С коллиматором я разобрался, нужно было просто поменять батарейку. Прицел питается от батарей крона. Красная точка, конечно, троит, но, учитывая разброс шаров, это не критично. В общем, я очень доволен. За 6000 рублей привод плюс коллиматор. Вполне удачная покупка, даже с учётом некоторых нюансов, таких как люфт-цевья, тройная точка коллиматора и целик без крепления. Видео с данной игрой вы обязательно увидите в одном из будущих выпусков. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»